Дышите, пожалуйста. Ещё раз. Приветствую, дорогие друзья. Многие советские актёры, которых мы так любили и уважали, когда те были популярны, сейчас забыты и часто доживают свои последние дни в нищете. Такая же судьба постигла известную актрису Наталью Фатееву. Фатеева известна по фильмам «3 плюс 2», «Джентльмены удачи», «Москва-Кассиопея» и другие. Всего на её счету несколько десятков картин. Но самая первая роль была в мелодраме «Есть такой парень». Наталья Николаевна всегда была востребованной актрисой. За своё творчество она не раз получала заслуженные награды. В 1999 году её наградили Орденом Почёта, а в 2014 Фатеева стала обладательницей Ники за лучшую женскую роль второго плана в картине «Летящие по ветру листьев». Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Наталья Фатеева на старости лет стала никому не нужной. Сейчас 82-летняя актриса с трудом передвигается, и о ней заботится лишь её лучший друг, продюсер Барри Алибасов. Он оплачивает её лечение и предоставляет по необходимости свою машину. Несколько лет назад Наталья Фатеева неудачно упала и повредила тазобедренный сустав. После неудачного протезирования у неё произошло нагноение и отторжение протеза. После нескольких операций актриса могла двигаться только на костылях и при помощи специальных ходунков. Наталья Николаевна была трижды замужем, а от двух последних браков у неё есть сын Владимир и дочь Наталья. С родственниками у Фатеевой сложились не самые лучшие отношения из-за её непростого характера. По мнению самой актрисы, она слишком много работала, поэтому у неё не оставалось времени на общение с семьёй. Хочется задать вопрос, неужели карьера в кино важнее собственных детей? Какой бы ответ вы дали на этот вопрос? Напишите своё мнение в комментариях. Редактор субтитров А.Сёмкин